В прямом смысле на машине решил прокатиться один из пермяков. Он залез на капот Нивы. В качестве страховки мужчину надежно прикрепили к автомобилю скотчем. В таком виде процессия проследовала по центру города. Ничего необычного. Ничего необычного. Верхом на стальном коне. Эта ситуация вызвала бурю эмоций у пермяков. Многие в соцсетях раскритиковали такие покатушки. Потом какому-нибудь безобидному Алёшке будут собирать на лечение. Бедному и несчастному. Никчёмные понты. Не знают уже, как подписоту себе набить на неинтересные аккаунты. Хорошими делами прославиться нельзя. И это печально. Впрочем, нашлись и те, кто серьёзных поводов для осуждающих комментариев не видит. К тому же, такие события несколько оживляют скучную жизнь в городе. В видео нет мата, а это уже неплохо. Те добряки, которые пишут о правовых последствиях за такую езду, остыньте. Не вас же за это наказывать будут. Желчи от вас всех исходят, будто бы они на ваших машинах едут. И вашим скотчем друг друга приклеили. Девушки, вас, то чё всех так бомбит? Вы каждую пятницу из люков чужих машин с визгами себя рекламируете. Не город, а престарелый дом. Ну а с точки зрения правил, тут есть нарушения. Оштрафовать могут водителя за неправильную перевозку людей вне кабины, а также пассажира. Он в этой ситуации тоже не исполнил предписан для него обязанности. При этом не следует забывать, что такой способ передвижения опасен. Можно не просто оказаться на земле, но угодить под колеса других автомобилей. Особенно, если не прикрепиться скотчем. Евгений Гуляев, Олег Романов, Телевизионная служба новостей. Этот инцидент, естественно, заинтересовал госавтоинспекцию. Сотрудники ГИБДД увидели ролик в ходе мониторинга социальных сетей и внимательно его изучили. Затем отправились искать нарушителей. В результате нашли и привлекли к ответственности. Сотрудниками ГИБДД установлены личности всех участников показного автопробега. За данное нарушение оператор, водитель и пассажир привлечены к административной ответственности. В ходе разговора с полицейскими молодые люди подтвердили причастность к правонарушениям, опубликованных в социальных сетях, и признали вину за допущенное нарушение правил дорожного движения. За совершенные правонарушения водители и пассажиры обоих транспортных средств привлечены к ответственности.